Дневной разворот Ведет известный активист в сфере экологии, будет здесь в этой студии. Мы с Олей поговорим, наверное, не только о премии «Отлично», а вообще о проектах, которые касаются экологии, которые она курирует и ведет, на что они направлены. Оля активно принимала участие на круглом столе «Скажи, что не так» организована общественная палата и Российской Федерации. Задавала там, собственно, много вопросов, темп задавала и предложения делала. Вот об этом тоже будем говорить. Но я тебя разочарую. Вот что я должна сказать. Она не придет? Нет, она придет, разумеется, все будет хорошо, и мы поговорим про премию «Отлично», но у меня есть подозрение, что победителей этой премии мы все-таки не назовем, потому что премия вручается завтра. Насколько я помню, в 4 часа. То есть имена, скорее всего, не огласят. Тогда мы разберем работы. Мы разберем работы, безусловно. Мы разберем работы, на что они направлены, обо всем об этом во втором часе. Всех, кого интересует эта тема, начиная от зеленых насаждений, заканчивая раздельным сбором мусора, приглашаем во второй час. А в первом часе мы будем говорить о том, что сегодня уже напечатала российская газета. Российская газета сегодня опубликовала указ, я так понимаю, поправьте меня, если не права, указ Владимира Владимировича, подписанный Владимиром Путиным о прямых платежах за ресурсы жилищно-коммунального хозяйства. Собственно говоря, раз опубликовано сегодня в российской газете, это что значит? Это значит все. Теперь работает. Теперь это все работает. Как это работает? Теперь закон работает. Кого это касается? Кто будет переподключаться на прямые платежи за ресурсы ЖКХ? Мы все это постараемся разобрать сейчас в первом часе, и для этого пригласили наших экспертов. Наши эксперты Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», как неожиданно, да, и эксперт общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. И Валерий Семенищев, председатель ТОС «Ленина-20». ТОС, я напоминаю, это территориальное общественное самоуправление. Здравствуйте. Может быть, людям привычнее как-то, ну не знаю, старший по дому, как лучше? Старший по дому. Старший по дому. Ленина-20. Вот это хорошо, это как-то ближе. Это понятнее и понятнее, да. К этому, как раз к этой теме, мы забросили вчера в нашу группу ВКонтакте и на сайт опрос. Появилась возможность оплачивать коммунальные услуги напрямую, и этой возможностью вы воспользуетесь, не воспользуетесь, не знаете, надо подумать. В нашей группе ВКонтакте, который, этот опрос, который, спасибо группе ЖКХ на Вятке, был перепощен, и там сейчас проголосало 53 человека. 49% ответивших говорят, что да, воспользуюсь. То есть 41,5% говорят, нет, не знаю, надо подумать, и не воспользуются 9,4%. Я вот тоже нажала на тычку, вот сейчас не воспользуюсь, хотя на прошлой неделе у нас было собрание ТСЖ. У вас теперь есть ТСЖ? У нас ТСЖ давным-давно есть. Просто оно не работает? Вот оно работает, как оно может работать, с кем может. Напоминаю, что в нашем доме половина жителей до сих пор не живет и не платит вообще ничего. Там большая в этом смысле проблема. Но вот новые арендаторы коммерческих площадей, они сразу заявили, что друзья, все, мы с апреля месяца переходим на прямые платежи. И это нисколько ТСЖ не расстроило, потому что становится понятным, кто куда и что платит. Вот держатели коммерческих площадей в жилых домах сразу говорят о том, что мы переходим на прямые платежи. Никаких вот других вариантов. Ну потому что они не хотят кормить еще кого-то. Не знаю, я до сих пор во всей этой куче разных возможностей не очень разбираюсь. А вот сейчас мы разберемся, и я подозреваю, что после того, как мы разберемся, количество людей, голосующих за вариант «воспользуюсь» может быть уменьшится. Потому что это ведь не просто решил, что я вот сейчас перехожу на прямые платежи, и завтра тебе придет квиточек непосредственно от ресурсоснабжающей организации. Это какой-то достаточно сложный процесс, который требует действительно собрания собственников, как я понимаю. Но мы сейчас спросим наших экспертов. И, кстати говоря, надо выяснить все-таки, каких именно услуг это касается. Да, ну вот смотри, одна фраза, которая все характеризует. Теперь, после того, как все подписано и опубликовано, собственники жилых помещений смогут заключать договоры с поставщиками ресурсов напрямую. Что такое собственники жилых помещений? Это те, кто проживает в своих квартирах. Да, совершенно верно. Тогда вот мой пример, который я привела, арендаторы коммерческих площадей. Они к этому закону какое-то отношение имеют? Андрей Воробьев. Да, арендаторы не жилых помещений, то есть, как вы их назвали, коммерческих площадей, а точнее даже собственники данных помещений. Нет, давайте и то, и другие, разные, наверное, вещи. Давайте, тогда, значит, арендаторы, они ни с кем договоры не заключают. А что, как они платят арендаторы? Они платят арендную плату непосредственно собственнику. Ага, все. А собственники нежилых помещений, они еще раньше воспользовались своим правом заключение прямого договора с ресурсниками, которое им было предоставлено с 1 января 2017 года. По всем категориям плата за ЖКХ? По всем, за тепло, за электричество, за газ, за воду. С прошлого года они могли заключить. То есть, это касается именно нежилых помещений? Нежилых помещений. В прошлом году. А сейчас, с сегодняшнего дня, жилых помещений, да? Жилых. Но общее собрание, про которое вы говорили, оно все равно собирается с участием собственников нежилых помещений. Так, это по порядку. Стоп. Значит, мы сразу так это поняли, что собственники нежилых помещений с 2017 года имели право заключать договоры. Они обязаны были заключить. Обязаны не право, а обязаны были заключать договоры напрямую. При этом, если они не заключили этот договор, им выставляется плата расчетным способом. Не по нормативу, что еще выше, чем факт, а вообще расчетным способом. А это чем отличается? Это отличается тем, что оно приравнивается к несанкционированному отбору и вообще пользованию коммунальным ресурсам. То есть это намного больше плата в разы или даже в десятки раз, чем норматив или чем фактическое потребление. А, ну конечно, тогда они заинтересованы. А, и выставляют эти счета управляющие компании или ТСЖ? Нет, как раз выставляют эти счета уже ресурсоснабжающие организации с 1 января 2017 года. Сейчас очень много споров, кто кому там сколько заплатил, сколько действительно нужно было заплатить. Вот сейчас как раз собственники нежилых помещений или, так сказать, коммерческой недвижимости очень этим сильно озабочены, потому что счета приходят достаточно высокие. Например, по 150 тысяч, когда приходит счет за отопление, предприниматель думает, либо ему сейчас закрываться, либо думает, как заплатить этот счет за отопление. Эта такая ситуация сложилась почему? Потому что вовремя не перезаключили договор прямой с ресурсоснабжающими компаниями. Да, и управляющая компания вовремя информацию не передала ресурсникам о собственниках помещений в доме, которые находятся, какая у них площадь, кто владелец, какая у них информация о праве собственности и так далее. То есть тут очень много действий различных лиц необходимо было совершить, чтобы это все заработало действительно с 1 января. Но у большинства даже сейчас эти договоры не заключены. Вот давайте все-таки этот вопрос тоже копнем до перерыва. Если в нашем доме жилом есть коммерческие площади, то как осуществляется коммуникация? Вот, например, у нас в СЖ безуправляющей компании и есть коммерческие площади. И они только сейчас заявили о том, что они переходят на прямые платежи. То есть в течение прошлого года ТСЖ начисляла, получается, да, или представляла счета этим? Не должно было начислять. Не должно было начислять. Если начисляла, надо с ТСЖ просить обратно деньги и эти деньги переводить ресурсно-особжающим организациям. Либо чтобы ТСЖ за этого собственника нежилого помещения эти деньги перевела ресурсниками. Так, понятно. То есть это не очень понятно, конечно. Это такой отдельный вопрос. Давайте возьмем тогда к жилым помещениям перейдем и поймем, как вот этот закон, который сегодня опубликован, уже вступает в свое действие, скажется на нас. И кто и может воспользоваться и с какими целями через полминутки. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты Кировской области. Валерий Семенищев, старший по дому, представитель ТОС «Ленина-20» у нас в студии. Вот мы с коммерческой недвижимостью решили отдельно разобраться. Там, оказывается, огромная проблема. Да, и большие споры сейчас идут между собственниками коммерческой недвижимости и ресурсно-обжающими организациями. А сейчас к тому закону, который сейчас вступает в действие, касается нас. Касается граждан. Нас, граждан, и наших, собственно говоря, квартир. Итак. Ну, смотрите, данный федеральный закон вступил не сегодня, а позавчера, так как он был опубликован в первую очередь на портале правовой информации, а уже после в российской газете. После подписания, то есть 3 апреля. Да, после подписания президентом. То есть данным федеральным законом, проще говоря, поправками в жилищный кодекс, отменяются прямые платежи, которые были. И появляются прямые договоры. Это принципиальная разница. В чем она? Разница заключается в том, что платежи, это просто ресурсно-обжающие организации получают деньги, но не отвечают ни за что, ни за чего. И с должниками по умолчанию работают все равно ТСЖ или управляющая компания. То есть они просто получают деньги. Если кто-то не платит, они эти неплатежи собственника, с неплательщика, будут взыскивать... С ТСЖ или с управляющей компанией. Ага, так. Итак, были прямые платежи. Чтобы осуществлять прямые платежи, все равно собственники должны были писать какое-то заявление, да? Должно было быть решение общего собрания, но у нас, как всегда, есть в жилищной сфере правовой нигилизм, который позволил, например, электрикам, по-простому говоря, энергосбыту и газовщикам, Кировоблгазу по-старому, если мы по Кировской области, нивелировать данную норму и выставлять счета, квитанции напрямую жильцам. Мы уже давненько получаем отдельные вот эти платежки на газ и свет. Да, хотя в законе было прямо указано, что собственники должны вносить плату за коммунальные вот эти услуги непосредственно управляющей организацией или ТСЖ. Сейчас это отменили и, можно сказать, что легализовали. И поэтому при прямых договорах по умолчанию уже ресурсники должны взыскивать долги с неплательщиков. То есть ТСЖ и управляющая компания себя это премия сняла. Как заключаются прямые договоры? Прямой договор заключается путем либо решением общего собрания, копия которого направляется в адрес ресурсоснабжающей организации, инициатором общего собрания. У ресурсников есть три месяца, чтобы не исполнять решение этого общего собрания и подготовиться, так сказать, для выставления платежек. Либо у них есть второй вариант перехода на прямые платежи, если управляющая компания им не оплачивает соответствующий ресурс за тепло, за воду, за газ в течение двух месяцев. Причем подтверждение неоплаты этих двух месяцев может быть как документом, например, актом сверки с обоих сторон подписано, что управляющая компания, например, должна 200 тысяч, и ресурсник подписал. Либо установленным решением суда, вступившего в законную силу. Вот если это условие наступает, то ресурсоснабжающая организация опять же не обязана, а имеет право расторгнуть договор с управляющей компанией или ТСЖ и начинать выставлять платежные документы. Напрямую с жителем. То есть вот этот механизм, по оценкам Минстроя, позволит за первый год перейти на прямые договоры порядка 40-50% собственников в доме по всей стране. То есть надо организовать общее собрание. Это первый шаг. Надо ли его организовать? Подождите, как закон работает? Я думала, что это так происходит. Я прихожу к председателю ТСЖ, кладу заявление на стол, пишу, что я член ТСЖ, бла-бла-бла, уведомляю, что перехожу на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Потом пишу заявление в ресурсоснабжающие компании, говорю, что я с вами хочу заключить там договор прямой, заключаю с ними прямой договор, и просто плачу по прямым договорам, по квитанциям, которые мне приходят от ресурсоснабжающих компаний, напрямую вот туда. И все, все мои дела закончены. Я себе так это представляю. Валерий, это так? Нет. Общее собрание собственников, его не обойти. Для особо вот таких одаренных, как я, поясните все-таки. Вы пишите письмо в ТСЖ, председатель ТСЖ принимает решение о том, проводить собрание это или нет. Соответственно, если общее собрание прошло, там корум был, и решение правомощное, достаточно человек проголосовало за это решение. Сколько достаточно? 50% сколько там? 50 и 1. На самом деле не 51, а если посчитать от числа всех собственников, будет 25 с хвостиком процентов. То есть необходим коврум 50% с плюсом, и от этого ковруму большинство. Ага, понятно. Только весь дом. То есть одна квартира не может отделиться и платить напрямую? Нет. То есть один собственник не может изменить порядок расчетов за коммунальный ресурс. То есть приняли решение, соответственно, весь дом переходит. Ясно. И значит, такое собрание может состояться как по инициативе отдельных жильцов, которые предлагают вынести это на общее собрание, так и просто по инициативе, например, председателя ТСЖ или совета ТСЖ. Если вы обратились к председателю ТСЖ, и он собрание не проводит, вы можете как собственник жилого помещения то же самое, инициировать общее собрание собственников и выставить такой вопрос. Соответственно, если люди проголосуют, то вы обойдете председателя ТСЖ. И что происходит? Все то же самое. То есть что мы должны от ТСЖ написать? Что? В ресурсоснабжающей компании, заключить с ними прямые договоры. Нет, вы предоставляете ресурсоснабжающую компанию, как Андрей сказал, копию протокола общего собрания собственников. Соответственно, пошли вот эти три месяца для ресурсоснабжающей компании, чтобы эти договора заключить. Дальше подождите, подождите. Вот пришли три месяца, чтобы ресурсоснабжающая компания с ТСЖ или с управляющей компанией, тут вот неважно, да? Да это важно на самом деле. А, сейчас узнаем. Ну, ТСЖ тогда. С ТСЖ заключила прямые договоры. Значит, вот там положим, неважно, электрики, как сказал Андрей, заключают прямой договор с нашим ТСЖ. И дальше как приходят квитанции, объясните мне? Отдельная квитанция по коммунальному ресурсу. На каждой квартире? Да. От каждого ресурсника. На основании чего они приходят? На основании заключенного договора непосредственно от собственников. А сведения подают все-таки ТСЖ в ресурсоснабжающую компанию? Ну, подождите. Или собственники сами? Смотрите, при проведении общего собрания необходимо составлять реестр собственников. В этом реестре указывается, кто собственник, какая у него площадь, информация о том, что он собственник, то есть какие-то удостоверяющие, правоустанавливающие документы. И к протоколу все эти документы прикладываются, в том числе бюллетени и вот эти все реестры. На основании этих данных ресурсники выставляют уже платежные документы. Но это ведь просто по площадям, а вот о счетчике, показания счетчиков, это кто передает? Показания счетчиков потом будут передавать непосредственно сами жильцы, указывая питание. Вот я и хотела спросить, то есть я тогда, как собственник квартиры, сама должна кому передавать показания счетчиков? Уже ресурсоснабжающей компании или снова через ТСЖ? Нет, если у вас прямой договор заключен, конечно, ресурсоснабжающей компании. То есть все-таки с каждым человеком заключает договор ресурсоснабжающий или с ТСЖ? С каждым собственником. С каждым. То есть решение принимает ТСЖ, заявление пишет ТСЖ. Нет, ТСЖ ничего не пишет и не заключает никакой договор. Собственники, когда принимают решение, инициатор передает копию протокола ресурсникам. Соответственно, с ТСЖ договор в части предоставления коммунальных услуг расторгается. Да, расторгается и остается только в части предоставления, ну так сказать, на общей домовой нужды, по-простому. Так, а дальше? А дальше ресурсно-снабжающая организация должна отправлять квитанции с датой, которая указана в решении общего собрания, но у нее есть право взять отсрочку три месяца. Подождите, но должна отправлять квитанции напрямую в каждую квартиру. И у меня тогда должно в почтовом ящике складываться некоторое количество квитанций по каждой ресурсно-снабжающей компании. Их будет пять. По каждому коммунальному ресурсу, по которому было принято решение. Или шесть. А еще можно решение принять разное. Вот по этим у нас есть прямой договор с ресурсом по теплу, а по электричеству нет. Да, соответственно, по теплу вы будете получать, а по электричеству нет. По электричеству вы будете получать от СЖ в рамках общей квитанции. В рамках общей квитанции. А подождите, разве по электричеству отдельно не приходят сейчас уже? Сейчас приходит, да, но там тоже такой момент. То есть можно переиграть обратно? Можно переиграть энергосбыт. Сейчас в рамках агента, соответственно, эти платежки выставляют. Ну, наверное, это не совсем правильно, но тем не менее ситуация такая. Но СЖ, по идее, должно выставлять эти платежки. Так, теперь вопрос про управляющие компании. СЖ далеко не у всех. Управляющая компания исполняет вот в этом процессе точно такую же функцию, как СЖ. То есть либо инициирует собрание собственников жилья, либо каким-то образом тоже получает протокол этого общего собрания. И она обращается в ресурсоснабжающую организацию. Или это могут сделать также жильцы, если управляющая компания против. Потому что управляющие компании, опять же, далеко не все будут заинтересованы, наверное, в том, чтобы собственники переходили на прямые расчеты. Копию протокола передают инициатор общего собрания собственников. То есть он ее передает в управляющую компанию. Вот, дальше он, в принципе, может сразу в жилы инспекцию дать копию протокола и в ресурсоснабжающую компанию. Чтобы подстраховаться. Да, а может попросить управляющую компанию это сделать. И, соответственно, проконтролировать, передала она это или нет. А управляшке нужно только согласиться. У них нет никаких возможностей завернуть этот протокол. Они не могут не согласиться. Только согласиться. Ну, они могут постараться не согласиться, если... А вот это они, а как они могут? Ну, придраться к проведению общего собрания собственников. То есть, они все были и подписи поддельные. А, придраться просто так нельзя. Его можно либо оспорить в суде... Ну, разумеется. ...какого-то другого механизма нету. Придраться у них полномочий нету на то, чтобы там что-то проверять. Ну, я про это и сказал, но ты расшифровал. Ну, на мой взгляд, это мышиная возня будет. Потому что, если уж собственники решили переходить, то управляшка как не пыталась бы вставлять палки в колеса? Скорее всего, нет. Потому что управляющая компания заинтересована в этих прямых договорах. Потому что в каждом доме обычно присутствуют должники. Это как жильцы собственных жилых помещений, так и коммерческая недвижимость, нежилые помещения. Часто это же муниципалитет за нежилые помещения. В доме не платят. И ситуация по городу типичная. То есть, получается, что те помещения, за которых коммуналка полностью не оплачена, эти долги сейчас... Висят на управляющих компаниях. ...вложатся на управляющую компанию. И нужной управляющей компанией уже судится с этим же муниципалитетом, с должниками, с жильцами, с алкоголиками. У которых денег нет. А управляющая компания, как Андрей говорил, в течение двух месяцев должна погасить платежку. Правильно? То есть, два месяца это край. Если два месяца управляющая компания не платит, то с ней может ресурсоснабжающая организация договор расторгнуть. Правильно. Но на самом деле у управляющей компании намного больше, может быть, плюсов и преференций. Например, когда она избавляет себя от бремени взаимодействия за коммунальные услуги, за электричество, за воду, за отопление, она может перейти на другую систему налогообложения, например, на упрощенную. Ой, как интересно. То есть, не платить налог на прибыль, НДС и так далее. То есть, оптимизировать свои расходы, получать больше прибыли. И вообще, теоретически, можно снизить размер платы за содержание общего имущества для собственников. То есть, какой-то диалог новый выстроить, конструктивный. Здесь достаточно много плюсов может быть. То есть, утверждение, что управляющие компании не заинтересованы в переходе на прямые договоры, оно такое, немножко лукавое. Я бы сказал, недобросовестная управляющая компания не заинтересована. А добросовестная наоборот. Да. Так, теперь еще один вопрос. Я примерно понимаю, как для потребителя будут выглядеть прямые расчеты за потребленную воду, например. Потому что мы платим по счетчикам. Ресурсоснабжающая организация будет выставлять нам квиточек с вот этими квадратиками пустыми, в которые надо будет вписывать показания счетчиков. Так же, как мы делаем, в принципе, сейчас. Просто будут разные квитанции. Что происходит с отоплением? С оплатой за тепло. То есть, отопление, ведь оно у нас в каждой квартире не стоят, индивидуальные счетчики потребления. Мы платим сейчас с квадратного метра. Счетчики стоят в основном, стоят на домах, общий домовой счетчик. И распределяет вот эти вот потребленные, скажем так, ресурсы гигакалорий именно управляющая компания или ТСЖ. Если дом переходит на прямые расчеты с поставщиками тепла, что происходит? Все происходит, все то же самое, только распределением занимается ресурсоснабжающая организация. То есть, управляющая компания передает и данные с теплощетчика или с водосчетчика. И ресурсники сами раскидывают по отоплению, например, пропорционально площади. И выставляют эту квитанцию. То есть, это тоже будет приходить какой-то квиточек с отдельной прямо там вписанной суммой, да? За каждую квартиру. Да, но если это горячая вода и отопление, то, возможно, это будет одна квитанция, а не две. То есть, чуть проще. Прервемся сейчас на полторы минуты. У нас реклама. 211-101 номер телефона прямого эфира. Если у вас, как и у меня, все еще остается множество вопросов по этому поводу, звоните и задавайте вопросы нашим экспертам. Итак, мы получили возможность напрямую рассчитываться за тепло и воду, и электричество со всеми ресурсно-особжающими компаниями. Что это нам дает, мы сегодня обсуждаем с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации «ЖКХ-эксперт», экспертом общественной палаты Кировской области и Валерием Семенищевым, главным по дому, председателям ТОСа «Ленина-20». Есть телефонный звонок. Вот, слава Богу. Нам очень важно понять, что для вас еще непонятно. Принимаем звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Виктор, просто Виктор можно назвать. Да, Виктор. Жилец города Кирова. Я просто думаю, что все равно, рано или поздно, опять цены попрут кверху, потому что электроснабжающая, водоснабжающая организация, они как монополисты, у нас конкуренции никакой нет. Сколько захотят, тариф такой поставят. А по поводу, в одной квитанции как бы там была одна сумма, ее там больше, чтобы какой-то процент, чтобы не поднималась там с учетом инфляции. А тут, там немножко поднимут, тут немножко поднимут. В итоге все равно на жилецов все это скажется, и цены немножко, как говорится, подрастут. Виктор, спасибо вам. Сложнее будет считать процент повышения стоимости коммуналки. И это был такой вопрос, который вызвал короткую дискуссию в перерыве, потому что действительно много платежек, вот о чем говорит сейчас Виктор, может дать возможность властям манипулировать с тарифами. То есть если в одной квитанции единый тариф, было видно, поднимается, он опускается, что там как платишь, то здесь по мелочи, по мелочи, тут прибавили, тут прибавили, ты вроде как не замечаешь, а в итоге сумма получается выше. Возможность для манипуляции в связи с тем, что разделяются сейчас платежи, в связи с прямыми расчетами, как вы считаете, она есть, будет ли она использована? Она уже есть. То есть еще при прямых платежах, которые были отменены, она уже была, и было видно, как ресурсники выставляют плату, далеко не всегда обоснованную. Если к управляющей компании можно прийти или написать заявление, сказать, что за дела, то теперь придется каждый ресурсно-снабжающий отдельно ходить. Вы даже не придете туда к ним. Как это? Во-первых, вас там, во-первых, никто не ждет, во-вторых, вам там никто ничего не объяснит, и, в-третьих, на ваши заявления никто не ответит. Почему? Потому что такое, что я прокомментирую. Да, давайте, Валерий Семенищев. Андрей говорит о серьезной проблеме. То есть у нас сейчас ресурсно-снабжающая компания в старой схеме, она является третьим лицом, соответственно, к нему обратиться нельзя, точнее, обратиться можно, они не обязаны отвечать. Сейчас ситуация немножко изменится. Если будут прямые договора, ресурсник, он будет обязан отвечать, потому что прямые взаимоотношения появились. Но при этом ресурсно-снабжающая компания, она, вот как, знаете, как сравнить волка и медведя, разница большая, да. Если у нас жильцы часто не могут с управляющими компаниями справиться, несмотря на то, что это очень регламентировано, да, и несмотря на то, что много жалоб в жилы инспекцию, прокуратуру, проблемы не решаются с этими же двойными эквитанциями, еще что-то, да, то, представляете, ресурсно-снабжающая компания, вдруг она начнет ошибаться. Ну, представим такую ситуацию, да, что сможет сделать собственник, если он не может решить проблему с управляющими компаниями. А ресурсно-снабжающая компания, это вот тот медведь, который может достаточно сильно надавить и на администрацию, потому что у нас вот это же Т-плюс, она имеет региональный формат не только в рамках Кировской области, да, но и там, и у соседей есть. То есть это очень крупная ресурсно-снабжающая компания, во-первых. Во-вторых, эти же вопросы через жилы инспекцию, которые раньше с управляющей компанией решались, они, наверное, тем более решаться не будут. Это вот один из серьезных минусов перехода на прямые договора. То есть ресурсно-снабжающие организации, они не подконтрольны жилы инспекцией? Они подконтрольны. Если будут прямые договора, то они станут подконтрольными, да. Но вопрос в том, что если даже с управляющей компанией все достаточно сильно детализировано, просчитано, и не получается вопрос решить, то с ресурсниками, несмотря на то, что они больше веса имеют еще и вопросы, взаимоотношения не так отрегулированы. Соответственно, ресурсно-снабжающая компания не может потерять лицензию в случае ошибок. Какие еще подводные камни? В подводные камни, например, все расчеты ресурсно-снабжающей организации, которые она будет производить, все биллинговые системы, какие-то клиентские зоны для людей, где можно будет оплачивать данные квитанции, все эти издержки будут в будущем заложены в тариф. Это первое. То есть они должны будут создать помещение сейчас еще? Конечно. Мы люди, люди, которые будут работать. Это должны быть как минимум клиентские центры, как, например, есть на Молодой Гвардии, но он один. Их должно быть десятки. А МФЦ? МФЦ тоже должны принимать вот эти все документы и платежки. И должно быть общедоступно для любого человека, для бабушки, для студента, для любой категории граждан, в том числе оплата через интернет должна быть простая. А сейчас этого нет? Сейчас этого нет. И если мы сейчас платим по одной квитанции, как я в чем говорил, что преимущество для большинства, какая раньше для потребителя платить в управляющую компанию либо ресурсникам, он заплатил, и с него, как говорится, взятки гладкие, то здесь получатся несколько квитанций. И если ресурсосомжающие организации не заключили, специальный договор с банками о том, чтобы не брать комиссию, то еще по 30-40 рублей с каждой квитанции. При сумме самой квитанции 100 рублей, например, за воду за 3 куба, за 4 куба. А мы знаем, что они не заключили договоры с банками? Или мы уже знаем, что какие-то ресурсосомжающие компании заключили договоры с банками? Они не успели, два дня еще прошло. То есть нам придется делать эфиры на следующей неделе по этому поводу с ресурсниками, да? Ну, а иначе как? Ну, то есть они просто не успели, мне кажется. А мы уже не думали. Быть проведена большая работа. Большая работа, чтобы не было негатива какого-то. Но об этом говорится уже ведь даже не первый год. И целый год мы ждали вступления, собственно говоря, этого закона в действие. Было заранее объявлено, что будет такой механизм. Закон уже несколько лет пытались применять. И до сих пор не готовы. И до сих пор не готовы. Ну, было неизвестно, каким образом закон вообще примут. Потому что несколько лет его пытались принять. И, соответственно, очень много было за и против. То есть была большая дискуссия там у них. Соответственно, я так понимаю, что ресурсники могли, ну, условно говоря, не знать, что закон придет именно в таком контексте. А все-таки кто продавил этот закон? Ресурсники, очевидно. Но это все сделано для них. И все-таки этот закон направлен на борьбу с неплатежами? Я сильно сомневаюсь, потому что вот по другим регионам, когда я пытался общаться, собирать информацию, возникали такие ситуации, когда ресурсник буквально через колено заставлял переходить на прямые договора. Зачем ресурснику это делать? То есть, соответственно, у них есть... Чтобы долги не накапливались за управляшками. Вот смотрите, Светлана, что проще подать один раз один иск в суд на управляющую компанию и сразу же за должность по 100 домам получить, в виде, допустим, 10 миллионов рублей, либо на каждого собственника и неплательщика в доме, которых, может быть, там, с десяток или даже больше, подавать данные иски в суд и взыскивать там издержки, затраты. Это же столько работает. Это еще не факт, что повысится несобираемость. При этом ресурсник с управляющей компанией справится запросто может. Разный масштаб захочет справиться. То есть вопрос не в том, что есть долги, вопрос в том, что вопрос с долгами не решается. А почему тогда ресурсники заинтересованы? Вот это вопрос, который, наверное, не стоит отвечать. Как это? Нет, ну предположить-то мы можем. Потому что мы можем предположить, придумать, да. Мы можем добросовестно заблуждаться. Это наше право. Давайте, мы в прямом эфире будем добросовестно заблуждаться. Почему? Допустим, вот эти долги собственников есть, да. Их же можно включить в тариф, а потом пытаться собственникам вопрос решить. И получается тут... Раскинуть долги на всех? На тех, кто платит. Нет, во-первых, раскинуть, да. То есть включить тариф в те потери, которые у ресурсоснабжающей компании появились, во-первых. Во-вторых, взаимоотношения ресурсоснабжающей компании с собственниками никуда не наделись. То есть они через год собственникам вопрос решают. Получается, они и в тариф включили цифру задолженности, да. Но это я фантазирую. То есть не значит, что он так будет. Ну, есть возможность, что будет так происходить, но возможно. То есть получается, на этих долгах управляющая компания может снять 100% прибыли. Ну, условно. Есть еще и другие манипуляции. А раз уж мы откровенно заговорили, то есть возможности начисления платы в другом объеме. То есть, например, не по счетчику, а по нормативу. Вот я вам скажу, что часть людей... Прикрываясь чем? Путаницей? Да ничем не прикрываясь. Что тут показания не дошли до нас. Ну, ну, как бы прикрываясь путаницей, да. Потому что огромное количество показаний. Знаете, что я сам это интересно скажу? Да, Андрей. Часть жителей, кто оплачивает эти квитанции, они даже не понимают, им по факту начислить по счетчикам, либо по нормативу. А там никак не написано. Потому что разница примерно в 100-200 рублей. Это же как-то зафиксировать должно, нет? Они думают, ну, тут больше, ну, кто его знает. Повысили. А есть из каждого по 100-200 рублей собрать. Это Андрей про таких, как я, говорит, понимаешь? И других, кто не разбирается тоже в этих числах. Ты знаешь, мне кажется, у нас большая часть жителей не разбирается. Я тоже не разбираюсь. То есть, вот, я сейчас так понимаю. Прямые договоры — это право, а не обязанность каждого собственника. Правильно? То есть, торопиться не надо. Надо взвешивать. Надо взвешивать и смотреть по каждому дому. Потому что есть и плюсы, и существенные плюсы для собственника. В каком плане? Все-таки есть. Есть, да. То есть, вот, взять, допустим, мой дом. Ну, чтобы нагляднее было, да? Он большой. Да, у нас задолженность по дому порядка 1 300 000. Задолженность перед управляющей компанией. Это общая сумма, не ежемесячно у вас только накопленная задолженность. Это за все из-за содержания дома. Это в связи с неплатежами, правильно? Я понимаю, Валерий. В том числе и за содержание, и за коммуновку. Нет, в связи с тем, что не платят некоторые жители. Это долг. Да. Там вопрос не в жителях, а в собственниках нежилых помещений. В собственниках нежилых помещений. Львиная доля — это именно нежилые помещения. Давайте, допустим, Валерий договорит, потом примем звонок. То есть получается, что если управляющая компания не получает эти средства, у нас 1 300 000, а у нас годовой бюджет конкретно на текущий ремонт 1 600 000, условно, да? Получается, из каких средств управляющая компания будет текущий ремонт проводить? Соответственно, что делает управляющая компания? Проводить ремонт она обязана, потому что целевые деньги и все. То есть она откуда-то эти деньги должна взять. То есть это, соответственно, какие-то начинаются манипуляции. Пусть берет кредит в банке. Она обязана исполнять те обязанности, которые есть в законе. А не платежи. Дайте мне стакан воды. А не платежи, пардон. Пусть работают с приставами, с должниками, в судах разбираются. Это же ее обязанность. Ее обязанность управляющая компания обязана делать. Но когда есть муниципалитет, который тоже масштабом заметно крупнее управляющей компании, то есть вопрос перегнуть палку, он кому чреват собственник, кому управляющей компанией сложно, скажем так, не довести вопросу муниципалитетам или собственникам. Они бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. Именно, занимаются. Но вопрос в том, что как бы это происходит по-другому. Если муниципалитет пришел и попросил жилую инспекцию провести проверочку лишнюю, еще что-то, что делает управляющая компания? Она может получить штраф. А у вас там есть муниципальные помещения в вашем доме? Есть. Управляющие компании очень часто боятся жалоб нежилых помещений, потому что там штрафы по лицензионным требованиям достаточно большие. И полностью выполнять лицензионные требования для управляющей компании достаточно сложновато. То есть, а если будут в вашем доме прямые платежи, то такой ситуации не будет. Вот конкретно по этой ситуации вопрос снимет для управляющей компании. Давайте примем звонок. Ваш пример понятен. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Я житель города Кирова. Коротенькую реплику. Когда последний раз были хоть какие-то изменения у нас, которые были на пользу жителям, гражданам. Ну вот мы как раз сейчас и разбираем, где тут польза, а где тут вред и опасность. Есть вот... Тут пользы... Я понимаю, что пользы никакой не будет только. И это все делается только для того, чтобы высосать с нас больше денег. Пока власть не зависит от нас. Это закон. Вреди жителей был сделан. Ясно. Спасибо. А для ресурсников? Вот. Я чувствую, что мы продолжим эту историю, потому что... Потому что времени опять не хватает. Ну, у нас в следующих эфирах его хватит. Но для меня сегодня несколько фактов стали наконец-то понятными. Я думаю, что нужно продолжить этот разговор для того, чтобы разжевывать людям еще не раз. Еще не раз. А что это такое? Прямые таковы. Кажется, да. Наверное, имеет смысл пригласить потом к этому разговору представителей ресурсоснабжающей организации хотя бы одной. Прямо на следующей неделе надо пригласить. Чтобы организация пояснила, вообще готовы они или не готовы, что с помещениями, что с людьми, что с колл-центром людей, которые будут отвечать на вопросы. Потому что вопросов будет много. Что с работой с должниками и прочее. И не повысит ли это нам тариф? Ну, вот мы приглашаем сейчас через прямой эфир уже сразу представителей ресурсоснабжающих компаний на следующей неделе прийти к нам в эфир и пояснить. Эту ситуацию, ответить на эти вопросы. И, конечно, индивидуально всем позвоним и пригласим. А с жителем и слушателем говорим, что мы планируем такой эфир на следующей неделе. С нашими же сегодняшними экспертами Андреем Воробьевым, Валерием Семенищевым встретимся сразу после того, как с ресурсниками поговорим. Вы внимательно тоже слушайте. И продолжим наш ликбез в прямом эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА